Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Водитель БМВ сбил пенсионерку с тремя детьми в Краснодаре, пострадавшим детям от 3 до 9 лет, а не в больнице. Сама женщина не пострадала в отношении 31-летнего. Водителя завели уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы подозреваемого, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Смотрим на фейковый инфоповод и типичную переквалификацию с подсудимого на свидетеля, а потом закрытие дела по отсутствии состава преступления или по договору сторон, где водитель выплатит по пачке гречки и маргарина за каждого ребенка, а в качестве моральной компенсации старуха даст ей ношенный носок и подарит ей свободу. Пенсионеры пытались поджечь военкомат в Подольске. Пожилую пару задержали у здания военного коммерсариата на проспекте Ленина, сообщают СМИ. Подозреваемые попытались поджечь здание в военкомате, сгорело лишь только окно. Зачем пожилым понадобилось поджигать здание, неизвестно. Возможно, они действовали по заданию телефонных мошенников, скорее всего, из Украины, уточняет издание. Названы самые дефицитные в России профессии результат исследования. По итогам ушедшего года стало известно, что самыми непопулярными профессиями является токарь, врач и дворник. На первую вакансию токаря приходится 0,6 предсылаемых резюме, а на врачей и дворников целых 0,8. Следующими в этом рейтинге идут профессии главврачей заведующих отделением 0,9. Резюме на одну вакансию, машинист и агроном откликаются одним резюме на вакансию, слесарь и повара 1,1 резюме на одну вакансию, зоотехники и сварщики 1,2 резюме на одну вакансию. Самая профицитная должность, на которую приходится больше всего резюме, это бортпроводник. На одну вакансию откликается 900 человек. Среди IT-специалистов россияне больше всего хотят попасть на должность разработчика программ для искусственного интеллекта. В России мать получила повестку в армию за сына, умершего в возрасте 2,5 лет. То есть военком Екатеринбурга за 13 лет не смогли восстановить базы данных, а ребенок умер еще в 2009 году. В СПЧ обсуждают вопрос с помощью семьям пропавших без вести в зоне боевых действий на территории Украины. Семьи фактически сегодня не знают, куда обращаться. Если человек пропал без вести, то выплаты приостановлены. Пропавшим без вести человек может числиться долго. Погежка семей необходима, заявила Юлия Белихова. Тема прорабатывается с Минсоцразвития, Минтруда, Минобороны РФ. Белихова отметила, что это достаточно серьезная проблема. По ее словам, сейчас у таких семей есть возможность через полгода обратиться в суд, чтобы признать человека погибшим. Что самое смешное, что тема денег обсуждается буквально во втором предложении. Вот они скрепы, вот оно счастье. Москвич-трансгендер стал проституткой и поплатился. Мировой судья района Беговой в Москве штрафовал мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Вначале нарушителя привлекли к административной ответственности по статье КОАП «Занятие проституцией». Он явился в суд и признал вину, пояснив, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил ему штраф в размере полторы тысячи рублей. Вскоре суд рассмотрел новый протокол в отношении гражданина. Он был составлен по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» в сети интернет. Пропаганда заключалась в публикации анкеты на сайте с проститутками. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ в нетрадиционных отношениях путем размещения фотографий в женском образе с обнаженной грудью. Гражданин снова признал вину и получил штраф в размере 100 тысяч рублей. В РФ эпидемия ВИЧ, однако, Минздрав отказывается признавать данные о миллионе зараженных и отвергает современные методы профилактики. Как так получилось? Стигматизация больных и принудительные тесты. ВИЧ появился в СССР незадолго до распада. В РФ 90-х на лечение больных особо не было денег, хотя терапия уже существовала. Предприимчивые бизнесмены пропихнули закон о ВИЧ, требование проверять максимально много людей, чтобы заработать на продаже тестов. Газеты, депутаты, чиновники да и граждане стигматизировали зараженных и утверждали, что это проститутки, раз и наркоманы. Хотя больше всего зараженных было из-за нехватки одноразовых шприц в больницах. Крестовый поход за нравственность. Алексей Мазуч, один из врачей, начинавших в лабораториях тестирования на ВИЧ в 90-е, подсуетился и оброс связями в правительстве Москвы и Минздраве. Он основал фирму, чтобы получить госконтракты на профилактическую социальную рекламу. Понимал эту рекламу, он, правда, по-своему пропагандировал, что презервативы не защищают от инфекции и развращают молодежь, а наркопотребителям не нужны продлевающие жизнь лекарства. Это не подтверждалось научными исследованиями, зато приносило доход. Такими постерами с пропагандой верности была увешана вся Москва. На плакатах размещен откровенный фейк, заразиться можно и будучи верным партнеру, а секс в презервативе безопасен. Получил контракты на всякие постеры и в теле ролики, также бизнес-партнер Мазуса. Одна из тех, Александра, через несколько лет возьмет его фамилию. Мазус решил не останавливаться на Москве и в 2010 году принес свои идеи в федеральный Минздрав. Его соратница Людмила Степенкова тем временем продвинула запрет на рекламу презерватива в Москве как профилактики ВИЧ. Как и в других странах, помочь с эпидемией могли бы не государственные организации. Однако их ВРФ систематически признают инагентами, а их деятельность ограничивается. Крестовый поход за нравственностью набирает обороты, пока больных становится все больше и больше. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. До скорого ролика. До скорого ролика. До скорого ролика. Продолжение следует...